У наших челябинских соседей сегодня в пол первого пополудня на 146-м километре дороги, ведущей из Южноуральска в Магнитогорск, стукнулись две грузовые газели. Какая из них вылетела навстречу пока не ясно, потому как оба фургона от жуткого удара оказались за пределами проезжей части и на заснеженной обочине вспыхнули как две свечки. К счастью, проезжавшие мимо автомобилисты успели вытащить из разбитых кабин газелистов до того, как адское пламя жутко разгорелось. На кадрах с места трагедии видно, как суровые челябинские мужики, возможно дальнобойщики, тащат за ноги человека, опасаясь взрыва и не прикасаясь руками к его обожженной верхней части тела. Бедолага был в сознании и даже шевелил руками. Другого газелиста добровольцы тоже спасли, помогли ему выбраться из расплющенной кабины. У него вроде бы обошлось без сильных ожогов, зато много переломов. Водителей на скорых увезли в больницу, судя по всему, с тяжелыми травмами и с термическими ожогами. Даже со стороны последствия аварии выглядели устрашающе. Дорога усеяна обломками разбитых грузовиков, а с обочины клубится черный дым, в ярком пламени которого догорают кабины столкнувшихся лбами газелей. С обстоятельствами ДТП еще предстоит разбираться дождавателям. Это не просьба о финансовой помощи, это призыв сохранить остатки честной и патриотической журналистики на Урале. Если хотите 9,5, как раньше, жестко, метко, хлестко, без соплей, то помогите нам. Станьте нашими спонсорами. Сила в правде и мы ее постоянно показываем. Поэтому, если кто-то сможет в это тяжелое время найти небольшую сумму для новостей Черемета, будем благодарны, отработаем сполна. Просто нажмите в нашем профиле кнопку спонсировать и следуйте дальнейшим указаниям и инструкциям на экране. Заранее спасибо, ребята, вместе мы выстоим.